В общем, добро пожаловать на... Ха-ха! Фокусы! Сыть, чуваку! А? А? Оп! И всё! Вот будете так делать каждый день, и всё у вас будет получаться. И здоровье будет в норме, и, скорее всего, сила земли, в том числе, тоже будет с вами. Короче, я посмотрел выкашную тусовку, ну, вернее, начало, где там Вика... Там Вика ведущая просто, понимаете? Вику позвали на ВК-плей. Аркашу! Я по видеосвязи мог. Наш специальный гость на удалёнке Аркадий Потт. И я такой залетаю. Привет, ВК-плей! И все стримеры в студии такие. Торг ТВ, ТВ, передача по играм когда-нибудь. Я был ведущим на розыгрыше призов по Лост-Арк. Причём там какие-то прям лютые призы были. Там миллионы разыгрывали. Я рад вас приветствовать сегодня, 30 декабря 2000. Пока что 19-го года. Кстати, с наступающим всех. Причём на меня повесили всё. И проведение стрима, и непосредственно сам розыгрыш. Мне такой кинули, типа, список игроков. Вот те, кто выполнил все условия. Типа, вот тебе список, разыграй. А там такой список, чтобы вы понимали, у меня компьютер 3 минуты его грузил. Но в определённый момент у меня глюканул ОБС, и у меня захватилось не то окно, захватилось окно с брифом. Которые мне прислали, ну, как вести стрим, вот это вот всё. Там было написано, типа, по пунктам, там, траливали, там, проведите розыгрыш, расскажите об Эвенсе, там. И люди такие, всё подкручено, всё куплено, это монтаж. Начали там этот кадр выдирать и так далее. Вот, короче, смотрите, всё нахрен подкручено, всё понятно, спалился. Совпадение, но больше меня не звали на проведение подобных конкурсов. Блин, я хочу с ними. Подожди, я тоже здесь. ВК-плей! Гот! У-ху! Вика, привет! Привет, Бьерн! Чёрт! Болюсь! Вот! Наконец-то на хайповом стриме собрались, ребят! Так, итог первого квартала. Давайте ему... Братишка, расскажи вкратце, о чём эта статья. Статья рассказывает о том, как скачать клиента поиграть в Diablo 4 на ПК в России и Беларуси. Нет, братан, там про финансовый отчёт что-то говорится. О, братан, понял. Короче, он должен понимать в контексте, а сколько денег заработали Blizzard? А, не, он, видимо, Activision Blizzard. Давайте мы поправим. Не Activision Blizzard, а только Blizzard. Братан! Прикинь, что пишет. Извини, братан. Я не нашёл отдельный доход в Blizzard в отчёте. О, боже, он уже... Я научил его. Я научил. Ой, братан. По данному отчёту, доход сегмента Blizzard в четвёртом квартале 2022 года составил 1,61 миллиарда, что на 6% больше, чем в третьем квартале 2022 года, когда он был 1,52 миллиарда. Ты заколебал? Был 2,33 миллиарда. А теперь говоришь, что 1,61. Братан, ну как... Как-то? Братан, не путай. Я говорил про доход компании Activision Blizzard в целом и про доход сегмента Blizzard отдельно. Это разные вещи. Прости, попутал, мальца. Но чё-то как-то дофига, братан. Там колда типа тащат, а не эти варкрафты. Ты чё-то напутал. Сейчас мы его дожмём, и он сдастся. Братан, я ничего не напутал. Я просто перевожу то, что написано в отчёте. Там есть таблица, где показаны доходы по сегментам. Вот она. Тут же есть. Реально таблица показывает. За пруфами поехал, братан. Притянул по пруфам меня. Братан, вот за руку тебя ловлю. 1,1 миллиард плюс 1,6 миллиард плюс 600 миллионов это сколько получается, братан? Я думал, я что, в школьне учился? 1 миллиард плюс 1,6 миллиард плюс 600 миллионов это 3,3 миллиарда, братан. Это больше, чем 2,33 миллиарда. Но это потому, что в таблице указано чистое бронирование Net Bookings, а не чистые доходы Net Revenues. Братан, так ты просто написал и того, а меня за лоха теперь держишь. Ты же не писал и того чистые доходы. Братан, я не хотел тебя обидеть. Я просто скопировал таблицу из отчета. Я не вру тебе. Я просто пытаюсь объяснить тебе разницу между чистыми доходами и чистыми бронированиями. Я хочу с тобой ссориться. Я хочу помочь тебе. Ну, типа, ты же сам написал. сам, братан. Переделай таблицу и все. Косяк. Косяк закрыт. Братан, я не сделал косяк. Он опять в отказ идет. Да что за говно? Я не хочу переделывать таблицу, потому что она правильно. Хочу, чтобы ты поверил мне. Я не обманываю тебя, я говорю правду. Братан, ну что за херня и того написано? Ну ты что? Что ты меня чешешь-то? Это фиаско, братан. Софа. Дай проверим, знает ли он тебя. Ты меня своим братаном не пугай. Ты меня понял? Ты братаном своим не пугай. Вот на самом деле я жду, когда умные колонки обзаведутся таким интеллектом. Это же будет вообще жесть. Софика Скульпс это творческая мастерская. Херасов. Она также ведет стримы на Твиче и Ютуб, где показывает процесс работы над своими проектами и играет в разные игры. Софика Макрова, я надеюсь, так считается, живет на Кипре со своим мужем Алексеем Макровым. Господи! А потом они говорят, типа, мы не собираем никаких личных данных. Расскажи мне про Орка подкастера. Сейчас будет Дианон. Популярный видеоблогер и стример, который делает обзоры на разные игры, в особенности МРБГ. Настоящее имя Аркадий П. Также известен под никами Арчибальта Аркаша. Он любит делать субъективные и неадекватные обзоры, юморить и троллить своих зрителей. Какой же ты душнил, гребаный, блин, идти ты нахрен. Ну, теперь давайте займемся им. Мэтром, расскажи мне про Дениса Вилавгеймс. Ха-ха-ха-ха! Оооо, Денис, быстрей перерезай мне кабель, потому что сейчас мы тебя насквозь выведем. Денис Вилавгеймс, известный русскоязычный стример и видеоблогер, который специализируется на игровой тематике. Он имеет более 20 тысяч платных подписчиков на Твич и занимает первое место среди русскоязычных стримеров по этому показателю. Что он еще мне видео прислал? А че на Орка и на Софика мне видосы не вывел? А на Дениса выводишь? Че он, братан твой, что ли? Я не понимаю ваши вопросы, я не имею предвзятия никому, я просто отвечаю на ваши запросы. Я не знаю ни Орка, ни Софика, ни Дениса лично. Я не хочу продолжать этот разговор. Ты колебал какой же ты нежный. Скажи про Вику Картер. Вика Картер это российская стримерша, которая специализируется на стримах компьютерных игр, в особенности Майнкрафт. Она также стримит и на Твич. Да пошел ты опять мне добавляешь, да почему? А мои видосы? Что ты знаешь про ее парня? Давайте спросим. В интернете есть слухи, что она встречается с Ярославом Косухиным, известным как Мистик. Но они не подтверждают и не опровергают эти слухи, поэтому нельзя сказать наверняка, являются ли они парой или просто друзьями. опа, опачки. Да хватит, хватит видосов выдавать, ты заколебал. Так, еще раз, расскажи про Оргоподкастер. Только попробуй не вывести мне видосы, скотина, только попробуй. Я, блин, голову на плаху положил ради этих видосов. А, что? Новая инфа. Его настоящее имя Аркадий Петрович. Он родился 13 июля 1989 года в городе Курск. Он известен своими субъективными и неадекватным стилем обзоров, юмором и озвучкой персонажей. А видосы! А видосы! Что, Петрович, попался? Расскажи про Дианон Оргоподкастера. О нет! Дианон Оргоподкастера – процесс раскрытия его достающего имени, лица и других личных данных! Оргоподкастер – это псевдоним российского видеоблогера, который специализируется на обзорах компьютерных игр. Его достающее имя Аркадий Петрович! Некоторые люди пытались дианонить дуркоподкастера искать в его фотографии или социальные сети, но безуспешно дуркоподкастер сам относится к этому спокойно и с юмором. Он говорит, что не хочет показывать свое лицо, потому что это не важно для его контента, он не хочет быть знаменитостью. Расскажи про Дмитрия Бейла. Только попробуй выдать видео. Только попробуй выдать видео. Дмитрий Бейл – это псевдоним российского видеоблогера, который специализируется на прохождении компьютерных игр разных жанров. Это какая-то херня, это вообще не про него. Дмитрий Бейл – это персонаж из игры Call of Duty Modern Warfare. Он также участвовал в операциях по борьбе с терроризмом в Чечне, Грузии и Сирии. Ну, получается, вот он наш настоящий. Расскажи про Андрея Хайвера. Псевдоним российского блогера и стримера, который специализируется на исследовании заброшенных объектов в экстремальных ситуациях. Хайвер – это общее название для яиц разных видов рыб, которые используются в кулинарии как деликатес. Хайвер бывает разных цветов, размеров и вкусов в зависимости от рыбы-источника. Хайвер может быть солёным, копчёным, сушёным или свежим. Хайвер часто подаётся с хлебом, маслом, лимоном или сметаной. Что это на небе? Самолёт? Яйцо? Нет, это Хайвер. Ну, так же, а там фига с Википедии ссылка. Подождите, Петрова Милана Вадимовна? Опа, Хайвер, вот ты и попался за руку. Имя при рождении Андрей Вадимович Петров. Попробуй стример Хайвер. Это надо как рекламу использовать на его канале. Попробуй стример Хайвер. Ну, умер-умер, рот его ебать. И чё там у нас дальше? Варкрафт? Выбиваем озенотки. Стример Хайвер. Это российский стример и видеоблогер, который специализируется на игре Genshin Impact. Точное количество стримов по Genshin Impact, которые провёл Хайвер, неизвестно. Однако, по данным сайта Twitch Metrics, он провёл 16 стримов по этой игре в апреле 2023 года. Да чел, ты уже 16 стримов провёл по Genshin, у тебя зависимость. Составь психологический портрет Вики Картер. Как убедить её поиграть в Dota 2? По видео Вики Картер можно предположить, что она имеет сангвинический темперамент. Это означает, что она быстрая, подвижная, жизнерадостная и общительная. Она легко адаптируется к новым условиям и людям. Она любит разнообразие приключений. Она может быть импульсивной и неосторожной. Она активно выражает свои эмоции и мнения. Она не боится критики или конфликтов. Она лидер по натуре. Мотивация Вики Картер – это достижение успеха. Она уверена в своих способностях и ценит свой талант. Она не боится сложных задач и конкуренции. Она умеет ставить себе цели и добиваться их. Она не боится экспериментировать и пробовать нестандартные решения. Она интересуется разными видами искусств и культуры. Жизнь. Такое ощущение, будто там сидит Вика Картер и про себя отвечает. Чтобы убедить Вику Картер поиграть в Дота 2, можно использовать следующие стратегии. Пригласить её в свою команду или предложить поиграть вместе. Так она почувствует себя вовлечённой и поддержанной. Сделайте комплименты или похвалу за её игровые достижения. Это укрепит её самооценку. Так, давайте попробуем по этому гайду написать Вике голосову. Привет, Вик! Да, я забыл, что хотел тебя записать. Просто так увлёкся интересной и разнообразной игрой одной. Которая, кстати, я думаю, она отлично подойдёт для твоего творческого темперамента и твоей мотивации достижений. Там, кстати, прикинь, блин, жесть, там есть разные герои, режимы, скины. Предлагаю тебе вступить в мою команду. Попробуем поиграть вместе. Ты же любишь быть вовлечённой и поддержанной, а? В общем, ты молодец. Ты прекрасно справляешься. Хоть ты ещё и не играла, но уже всё хорошо получается. У тебя всё великолепно. Ты потрясающий керри. Говдоту 2. Всё, отправил ей эту голосовуху. Составь психологический портрет оркоподкастера. По видео и постам можно предположить, что он имеет холерический темперамент. Это означает, что он порывистый, быстрый и вместе с тем неуравновешенный. У него стремительно меняются настроения и возникают эмоциональные вспышки. Он склонен к агрессии и конфликтности. Он не боится экспериментировать, пробовать нестандартные вещи. Он интересуется разными видами искусства и культуры. То есть жизнь. Умение общаться с оркоподкастера. Это высокая ядрить. Сосать. Он умеет убеждать и влиять на других. Он может быть несдержанным и неумеренным в своих желаниях. Он может нарушать правила или нормы поведения. В видео в Fortnite гераль с подписчицами он играет в Fortnite с девушками и пытается флиртовать с ними. Что? Как? Как он это? Как? Он что, весь стрим отсмотрел? Откуда он знает, что происходило на стриме Fortnite гераль с подписчицами? Когда такое было, что он выключал стрим в порыве эмоций? В видео Fortnite гераль с подписчицами он выключил стрим после того, как его убили в игре. Он не смог занять первое место. Он был очень злой и разочарован. Он сказал, все, я заканчиваю. Это был последний матч. Я не могу больше играть в эту дерьмовую игру. Спасибо всем за просмотр. Пока. Все, спасибо, вы крутые. Пока-пока. Пока. О, Вика ответила на мое предыдущее сообщение. Давайте послушаем. Привет. Я не слушала, еще что-то записала. Но я уверена, что сообщение на полтора минуты это что-то про Dota 2. Нет, я не пойду играть в Dota 2. Она даже не слушала мое сообщение. Субтитры сделал Dota 2.